Салют, представься, пожалуйста. Фёдоров Мирон Янович, а.к.а. Оксимирон. Кто сегодня твой противник? Печалька печальная. Подробнее? Ну, человек, который выпустил в интернет видео. Вы можете его найти, если забить в Ютьюбе Джонни Бой ГП, после которого мне очень не хотелось, честно говоря, участвовать в баттле, но я уже согласился, поэтому, к сожалению, отказываться не было варианта. Вот, собственно, что тебя заставило принять визу? Ну, он меня просто немножко подзадолбал постоянными какими-то вызовами и прочим, поэтому я решил, что надо. Вот. Думаю, это самый честный ответ. Почему все артисты хотят баттлить именно с тобой? Ну, я не знаю насчет всех. Вообще, нужно спросить артистов. Слушаю, ну, может, просмотры, если говорить искренне, да, может, в этом дело потенциальное, а может быть, потому что люди знают, что я серьезно отношусь к баттл-рэпу. Что у тебя с шеей? Меня поцарапал оппонент на входе ногтями. Окей, спасибо. Все. Салют, представься, пожалуйста. Джонни Бой. Кто сегодня твой противник? Оксимирон. Что можешь сказать о нем? Почему ты решил вызвать именно его? Лищеносец, шалава, иуда, цыганье и прочие эпитеты, которые очень хорошо его описывают. Почему ты настоял, что должно быть именно пять судей? Именно потому, почему Мирон настоял, что баттлиться надо в баре, а не при толпе. Вредливо. Кто, по твоему мнению, сейчас самый лучший баттл-эпси в России? Я. Заебись. Спасибо. Раунд. Салют, с вами Ресторатор. Это Версус Баттл. Пошумим, блядь. Представлю тех людей, представлю тех людей, которые сегодня выносят мнение судьбоносное. Итак, Дмитрий Егоров, Икей, габонская гадюка. Папа Гусь. Диджей сто восьмой. Юрий Хованский. И Алексей Горбаш, редактор The Plow.ru. Лучшего сайта. MC слева, представься. Джонни Бой, Рига, Латвия. MC справа. Оксимирон. Свершилось. По итогам жеребьевки начинает Оксимирон. Первый раунд. Пошумим, блядь. Пошумим, блядь. Говно. Залупа. Пенис. Хер. Давалка. Хуй. Бледина. Головка. Шлюха. Жопа. Член. Еблан. Петух. Мудила. Рука, бруца, не иначе. Коблидун. Вагина. Сука, ебалище, влагалище, шердун, драчила. Пидор, пизда. Тусь, малафья. Гомик, мудила, пилот, команда. А ну, свагина, второе петри, лошала, лохку, не ломашу. Эй, ел, да. Раунд. Раунд. Вот как я должен был баттлить Дуню и тех, кто калякал его стишки. Но там перебивали его дружки, пожилайский мрака прямой кишки. Я был не на коне, и об этом помню. Порой с оппонентом идешь в ритык, но сегодня я здесь. И сегодня я в форме, а сегодня мой хуй осознешь мне. Ты клянусь, ты клянусь. Я готовился две недели. Ты явно год, но за беспокойство повод не вижу. Тогда если ты прыгнешь выше головы, как гибанный кот в рассказе Эдгара, то ты все равно на голову ниже. И почему все ждали баттл, как битву титанов, херачивающих фаерболами, страшные заклинания, летящие во все стороны? Анчи, что меня объявят единогласный импичмент. Какого хуя? Для меня баттлы с Криплом и Дуней были гораздо эпичнее. Там хоть боль ветеранов, как-никак уважение. Здесь сегодня не гаммы, сраное отражение. Я здесь, что вы поржали на пару с пренебрежением. Он ко мне с обожанием. Подражанием, но отражением. Кто ты? Что назойлива, мне тут глаза мозолят. Мой вскормленный Григорием Зориным попсовый терматозой клянчил фит после вызвал на баттл. Вот уж метаморфозы о виде. Но единственным местом, где наши имена будут стать относительно тесно, всталит название этого снаф-видео. Я тобой победу тебе быть удобрением. Ты здесь не за победу, а за моим одобрением. Ведь я бросил тебя под стать твоему отцу. Но не жди покаяния. Как бы ты, как бы ты не спешил и муярил. И это оставило внутри тебя экзистенциальную пустоту, которую ты пытаешься заполнить большими хуями. Он наказан природой. Обидно, тяжко. На рингтоне в айфоне что? Неваляшка. Чтоб забыть себя в фото с бритой ляжкой в зале между подходами. Фитта няшка. Он реально до баттла. Боксерский кричаток. Спорт в зале. Заснял фотосет. Я ебать обосрался. Ты взял с собой капу? Я-то думал, что баттл эссе, где ты дегонструируешь образ врага. Чтоб перехитрить наебать его, мне не надо качаться и фоткать себя, чтобы попросту быть обаятельным. Мне. Не надо везде компромат. Рыть на тебя, ведь я не капрофакт. В уши ебать тебя, слушать тебя для того, чтобы выбить тебе саркофаг. Нет. Я тебя вижу насквозь. Рентген, обидочка, злость. У него дома, пока ты со мной на фейсе, мишень, чтобы тиши спал. Окей. Кто здесь хочет сыграть в игру? Кто я предсказуем? Я отберусь угадать его в панчи. Но знаете, никто не сливал им фут. Что он может нарыть про меня? Сто пудов анекдот на баянь. Ведь он мысли двумерно с еблом петуха, хоть и в рэпе не хотлайн Майами. Всякий раз, когда он же считает, что предсказывал устно Мирон, вы услышите. Называется грустный тромбон. Он скажет то, что гень он, а я. Что некий рэпер мне за оскорбления навалял. Потом, что его предал я. Что вечный лицемер. И что судейство вертится на чьей-то стороне. И будут упомянутся, в которой разлищить. И назовет Оксану, которая пищит. И зная, что засрут, будет святан над собой. И скажет, что я тусил целый год соваться в бой. Скандал, разоблачение, интриги, слухи, грязь. Все вывалит. Зайдите меня таких ухитрять. Словно приговор. В ответ на все его слова. За серость и за скуку будет. Углядишь ли ты сплетнями эту толпу? Навредишь ли моей репутации, мальчик? Нет, у меня тоже есть скелеты в шкафу. Но это скелеты тех, с кем я баклился раньше. У меня? В плане сплетня на нем. Ничего. Я газеты про звезд не листаю. Не смогу процитировать строчки его, потому что их просто не знаю. И потому что их другие, большинство, которые просто не знают. Так что процитирую свои. Знаешь, у тебя смешное ебло. И сегодня оно мне обещает страдание. Но я лишь подавляюсь его. Ведь я знаю все то, что ты скажешь заранее. Я все это слышал тысячи раз. Тысячи фраз, что меня пытались подкалывать. Но я лишь угораю с тебя. Тут жалко, и ты правосоздание. Правосоздание. КОНЕЦ